Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. На прошлой неделе мы начали очень сложный диалог, очень сложный разговор, разговор о богатстве. Сложен он именно потому, что кажется внешне очень простым. Ну что говорить о богатстве? Меж тем, мы наблюдаем с вами печальную картину, как огромное количество наших современников, да и чего уж там таить, и каждый из нас, даже православные христиане, не знают, как обращаться с деньгами, не знают, как их правильно расценивать, как и на что пускать на служение или на служение кому? Себе ли? Своей семье ли? Или окружающим? Христианство – это вообще религия нищих, бедных? Или все-таки здесь можно иметь хоть небольшой недостаток? Вот об этом во всем мы говорим уже сегодня, во вторую передачу, с нашим гостем, с отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, бачу! Здравствуйте, добрый день! Мы в прошлый раз очень подробно говорили о притче о богатом юноше, вот, говорили о тех парадоксах диалога, который состоялся между этим юношей, Христом, апостолами. Мы сказали, определили, что богатство – это есть некий вектор, так он и рассматривается в Евангелии, да, и в этот момент богатство порицается, если все душевные и физические силы человека устремлены только к нему. Мы сказали о том, что богатство порицается и как стремление к некому избытку, и сам по себе этот избыток, преизбыток, то есть когда богатства много, он тоже, этот избыток, начинает деформировать человека. Ну вот вы в прошлый раз начали аналогии ассоциации со сказками, сразу вспоминается сказка про золотую антилопу, когда злобному Радже было разрешено столько золота, сколько бы он не захотел, пока не скажет «довольно». Когда он говорит о том, что «довольно», задыхаясь под тяжестью собственного золота, золото превращается в черепки, он под этими черепками погибает. Так вот, у очень многих людей, особенно когда они впервые переступают церковный порог, как раз возникает вопрос, а почему вот в церкви так много денег? Почему во время службы, опять же, слышен звон монет, вот, ну и так далее, и так далее. Почему... Просто бумажные надо купюры приносить. Это батюшка шутит, я надеюсь, наши телезрители прекрасно это поймут. Вот, да, ну есть, конечно, анекдоты про пятитысячную купюру, которая никогда не бывает в храме, поэтому попадает в ад. Вот, но суть не в этом. А суть в том, чтобы нашим дорогим христианам, которые нас смотрят, помочь определиться, помочь выстроить некую правильную тактику и механику, и механизм отношения к деньгам, потому что этот вопрос очень часто обескураживает, этот вопрос очень часто в том числе является, ну, таким, такой истощающей силы вопросом, потому что люди устают не понимать, как же быть. То есть мне нужно сколько отдать, например? Сколько мне нужно жертвовать? Нужно ли жертвовать этому пьянице? Или всякому просящему нужно давать? Вообще, должен ли я хоть что-то о себе оставить? Поэтому вопросов очень много. Мы продолжаем разбираться вот с богатством, да, со словом «богатство». И, ну, в качестве фона, на котором я предлагаю сегодня построить нашу беседу, я предлагаю, опять же, Евангелие, евангельский отрывок о богаче и Лазаре. Давайте, папочка, напомним нашим зрителям о чем, и потом перейдем к рассмышлению. В Евангелии Господь приводит нам притчу о богаче и Лазаре. И притч повествует нам о том, что был некий богач, который жил достаточно роскошно, устраивал вечеринки регулярно, и при этом у его ворот валялся нищий, которому даже крошки не перепадало, в отличие от собак, которые питались от стола. Но собаки приходили и облизывали его гной. То есть достаточно такое жалкое существование. По нашим, мало того, что обездоленный человек, так еще и голодный, так еще и больной. И вот после смерти богача относят в ад, а Лазарь попадает в рай. И между ними происходит некий, даже не между ними, а богач, испытывая муку, просит Авраама, чтобы он послал Лазаря, и чтобы он обочил язык, потому что ему очень тяжело. И Авраам отвечает, что ты уже получил свое утешение в жизни, а Лазарь получил, получает утешение сейчас. Тогда, говорит, пошли его к братьям, чтобы они сюда же не попали. Ну и на это отвечает Авраам, что они имеют законы, пророки, и поэтому, если их не слушают, то даже если мертвый воскреснет, они не послушают. И на этом диалог заканчивается. Авраам говорит, что между нами пропасти, мы не сможем тебе ничем помочь. Вот такая, на самом деле, нерадостная картина для грешников рисуется, что никакого там возможности спастись уже за чертой смерти не оказывается. И, ну, конечно, этот образ, он, с одной стороны, пугающий, с другой стороны, утешающий, потому что человеческий дух, он ищет так или иначе справедливости. И вот справедливость, она, конечно, очень часто незаметна в нашей повседневной жизни. На самом деле, бывает, человек грешный, учешается земными благами, всеми доступными и недоступными, а праведник страдает, бывает даже обездолен, бывает даже болен. Вот, и тогда вот нарушение вот некой справедливости формальной вызывает в нас тревогу, вызывает в нас, ну, в первую очередь, неверие, чувство неверия. Потому что Бог чаще всего на каких-то самых таких интуитивных первых парах веры, Бог все-таки это справедливость, в первую очередь. Когда человек мало видит своих грехов, когда человек много видит чужих грехов, более-менее, скажем, нетревожная ситуация, когда человек представляет Бога справедливым и требует, соответственно, справедливости вокруг себя. Вот. Но вот в этой связи вопрос все-таки к нашей теме. Может быть, вопрос, который требует часто некой общественности, ну, вот прям категорического ответа на этот вопрос. Почему Христос осуждает богатство? И вот в этой притче осужден богач, то есть, вот в этой притче рассказ идет о том, что Лазарь спасся своей нищетой, а богач наследовал ад своим богатством, или же речь идет вообще о другом. И Христос, в принципе, использует, ну, такие максимы, говоря философским языком, чтобы на их примере просто о каких-то более глубоких и более важных вещах сказать людям. Конечно, это максимальный, максимально яркий контраст для того, чтобы нам с вами стало понятно более-менее, ну, как бы, вот, своя жизнь. Потому что, ну, здесь я позволю себе обратиться, и этот образ, он как бы вот назрел у меня в сознании. Апостол Павел говорит нам, что Церковь — это тело Христа. Поэтому тело Христа состоит из частей. Для апостола Павла это были части тела — пальцы, нос, глаза, уши. И он эту аллегорию очень активно использовал и показывал абсурдность того, что глазу не нужна нога, потому что она внизу более презренный орган. Мы, конечно, глазам своим, я думаю, больше внимания, на самом деле, уделяем, чем там пятки или коленки, если они не болят. Вот. Но, тем не менее, если они болят, то любой орган... Да, уже глазу и не важно, что он видит хорошо. Да, или говорит, зуб один болит, и уже все тело ноет, и ты не можешь сказать, ну, мне не нужен ты. Вот. Конечно. И эта аналогия, она для меня очень глубокая, потому что, обладая сегодняшним уровнем знания о живой вообще материи, о своем теле, мы можем продлить эту аналогию на клеточный уровень. Что, оказывается, все люди вообще-то, составляя церковь, составляя тело Христово, являются клеточками этого тела. И вот, говоря о богатстве, можно такую интересную аналогию использовать. Почему-то она у меня возникла, что некая материальная ценность, которая достается, выпадает на твою долю, можно рассматривать как, ну, скажем, жир, условно говоря, в организме. То есть, вот, если... И, кстати, очень хорошая аналогия, потому что как богатство так осуждается в основном людьми. Также и жира нам хочется, чтобы было поменьше в основном. Сейчас вот как бы культ худого тела у нас, мы знаем, хотя в истории был культ такого более-менее полного тела, да, вот, в культурологическом таком аспекте. Но сейчас люди стремятся, чтобы, понимая, что для здоровья, в принципе, полезен какой-то такой средний, скажем, баланс. Тем не менее, жир – это как бы энергетическая основа, это запас воды, запас энергии, и это очень важная составляющая, на самом деле, биологическое питание человека. Так вот, интересно, что, да, какие-то клетки его больше, на самом деле, имеют, клетки печени, клетки жировой ткани, они вообще практически, там, насколько-то очень много процентов именно его аккумулируют только. Вот. В каких-то его вообще нет. Там, клетки мышечной ткани, клетки костной ткани. И вот это очень интересно, что сам по себе, как бы, жир, так же, как богатство – это просто инструмент, которым, вот, организм пользуется. И таким образом получается, что если ты это… Если клетка начинает избыточно его копить, то, конечно, она испытывает, что… Ну, гибель, по сути, потому что ожирение печени ни к чему хорошему не приведет. Даже если ты, как бы, и клетка печени, и ты должен сколько-то аккумулировать, это уже избыточная аккумуляция приводит к циррозу, к болезням, как бы, к гибели организма. Соответственно, если ты клетка, которая не должна вообще его аккумулировать, то, в принципе, ты и без этого проживешь. То есть Господь тебя поставил в то место, где тебе достаточно вот, ну, такой объем. Поэтому таким образом вопрос богатства у нас переходит на вопрос целесообразности вообще-то и взаимного, скажем, взаимодействия. Потому что если у тебя избыток, то рядом есть другие клетки, с которыми можно это разровнять. И, кстати, сейчас на ум пришла молитва из литургии, когда после Отча Наш священник молится, Господи, все нам во благое изравняй. Вот раньше меня как-то это задевало, как коммунизмом таким попахивает, что вот что-то поровну изравнять. Но если, как бы, да, отнестись как бы поглубже, то вокруг тебя есть ближняя ткань твоя, в которой может все это изравняться. Для чего? Для того, чтобы все были одинаковы. Все равно все клетки по-разному функционируют. Но чтобы у тебя не было избытка и от этого болезни, и чтобы у тебя не было какого-то провала, на фоне которого ты не можешь функционировать полноценно, и, соответственно, ткань тоже страдает, организм весь страдает. И вот в этой притче о богаче и лазере мы видим как раз очень жесткое нарушение баланса. Мы видим, и Господь показывает, что этот нищий не где-то валяется в другой стране, или где-то там по дороге, по пути на работу этого богача, или по пути в супермаркет он сидит, он буквально у его дверей. То есть эта притча показывает, что ты можешь быть в любом социальном слое, в любом социальном статусе, но есть некий ближний круг клеток. Это может быть бомж, это может быть нищий, это может быть забулдыга сосед, который в твоей ткани, который функционально с тобой, но самая ближайшая клетка. И мы видим функциональный разрыв. То есть избыточное ожирение, рядом клетка, которая голодает, которой даже каких-то ошметков не достается. И Господь показывает, что вот это критическое положение, оно ведет в ад богача. То есть это вот слепота, это невидение, непонимание, на самом деле слепота, духовная слепота и замкнутость на себе. Конечно, вот пиры, он же получается, человек приглашает, и психологически, на самом деле, мы себя всегда оправдаем. Ну как же на себе? Он же не один там пирует, правильно? У него есть друзья, он их приглашает, их угощает. А что там нищий? Вот друзья его, социальный статус-то, да? Мы же делимся в основном по социальным статусам. Кто побогаче, он тебя уже в гости не пригласит. Кто победнее, ты к нему вроде не придешь. И вот, мне кажется, задумка одна из, как бы, граней этой притчи, потому что любая притча Христа, она многогранна, мы можем с любой стороны на нее посмотреть. Вот, социальный статус не должен затмевать тебе духовное ощущение близости человека. То есть, задача Бога спасти организм человеческий, да, по сути, Бога человеческий, церковь спасти. Но это задача и каждого из нас, потому что, вот оно распределение, скажем, даже пусть тех же самых материальных благ, чтобы нам не ослепнуть в своем каком-то социальном статусе, высоком или низком. И, как Иоанн Златоуст пишет, для чего Господь распределил вот так неравномерно эти блага? Чтобы богатый научился отдавать, чтобы бедный научился принимать. И в этом гармонии, скажем, это в этом гармонии организма, в этом гармонии пищеварительной системы. Если все останется в желудке и дальше не пройдет, мы умрем. Если все останется где-то в тонкой кишке или в толстой, только там, это будет тоже тяжело переживаться. Если кровь из-за орты дальше не прольется, это будет разрыв. И получается, да, чем ты ближе к кровотоку, чем ты ближе к Чаше Христовой, к Евхаристии, тем более ответственен твой момент отдачи и твой момент принятия. Здесь очень важно немножечко приостановиться и резюмировать немножко, да, для того, чтобы, ну, такую пунктирную пока черту подвести под наш диалог. Таким образом, мы подходим к очень важной теме, что Христос никогда, в принципе, не пропагандировал и не проповедовал новую экономику. Вот. То есть он пришел не как политический, экономический, какой бы то ни был другой светский деятель, как царь, которого вы в том числе и ждали. И говорит он совсем о других вещах. То есть, может быть, именно поэтому огромное количество вопросов у православных, например, и сохраняется по отношению к деньгам, потому что здесь Господь оставляет определенную толику свободы. То есть, я не буду тебя учить, как тебе обращаться с деньгами. Я не буду тебя учить, как тебе обращаться с твоими рублями, которые у тебя в кошельке, или тысячей, или пятью тысячами. Не для этого я пришел, не для этого я проповедовал. Но, что возвращает Христос, как мне кажется, он возвращает изначально возвращает содержание человеческой жизни. Задачу. Напоминает о той задаче, с которой человек был сотворен и создан. А я напомню, что эта задача описана в книге «Бытия», первой книгой Библии, творения человека. Когда Адам вводится в сотворенный Эдем, сотворенный райский сад, ему дается задача хранить и возделывать. А хранить и возделывать нужно, понятное дело, что Господь создает не агронома, который должен на одни культуры прививать, зверей вовремя кормить, овечек вовремя пасти выгуливать и так далее. А речь идет о том, что по-хорошему перед человеком, перед человечеством стоит задача все сущие, весь тот мир, в который он помещен. В общем-то, сначала исследовать тот рай, в котором он был, если говорить про Адама, а потом превратить все сущие в рай. То есть превратить всю вселенную в рай. И тут опять же мы вспоминаем Аристотеля, о котором мы говорили в первой нашей передаче, что экономика это не способ направления каких-то денежных потоков, не складывание в житнице, а это домостроительство. В этом смысле экономика страны или экономика семьи или индивидуальная экономика это именно экономика, это именно домостроительство. То есть человек на любом уровне своей жизнедеятельности он должен держать в фокусе внимания задачу поставленную от Господа Бога хранить и возделывать сущие. Хранить и возделывать сущие это в том числе и хранить человеческое общество, человеческий социум. То есть если я понимаю, что рядом со мной кто-то голодает, то о чем сказали вы, или умирает, или вообще страдает, скорбит и прочее, и в нем умаливается жизнь, то возделывать в нем жизнь моя задача. Увеличить в нем количество жизни. Это бывает не всегда посредством передачи тысячной купюры. Иногда для того, чтобы человека вытащить из уныния и дать ему некий импульс для дальнейшей жизни, к нему нужно по-человечески отнестись. И опять же, для того, чтобы это произошло, тот верблюжий канат для начала нужно расщепить, нужно свою жизнь на составные части расщепить, не выкидывая никакую из нитей, но каждую по одной вдевать в игольное ушко. Вот в связи с этим давайте, может быть, тоже достаточно кратко, насколько это нам сейчас позволит оставшееся время, может быть, вот поговорим об этой философии брать и отдавать. Потому что тоже это очень часто задаваемый вопрос. Всякому ли просящему нужно давать, всякому ли просящему деньги нужно давать, деньги. И если ты вдруг стоишь перед выбором просить тебе помощь или не просить, как это делать правильно? Ну, это вообще сложнейшая на самом деле категория просить и отдавать. Это с психологической точки зрения и то, и другое состояние, оно требует достаточного смирения. Вот ситуация, когда ты богат, она мешает тебе увидеть просьбу, услышать просьбу и мешает дать, потому что ты же заработал, ну, как бы, вот это твое. А ситуация, когда у тебя нет и ты нуждаешься, ну, то есть, вот ошибка, скажем, в состоянии богатства это презрение. То есть, люди, которые хотят заработать, они зарабатывают. Вот как я. А если ты не заработал, значит, ну, как бы, сам виноват в этом. А ситуация, это как бы слепота все-таки, с моей точки зрения. А ситуация, когда ты беден и ты нуждаешься, в этой ситуации слепотой является осуждение. Ну, вот, богачи, наворовали, они же не могли заработать, я-то не могу заработать. И, как бы, это слепота. То есть, опять, та же самая гордость, на самом деле, что и гордость богача. И вот состояние гордыни, это полюса, которые мешают магнитам быть, как бы, единым целым, сработничество. И усилить, на самом деле, друг друга. И, опять-таки, выход в смирение, что в состоянии богатства человек смиряется, понимает, что он тоже ходит под Богом. И если человек с просьбой обратился, он чувствует, что это, как бы, ну, необходимо, он, помогая, помогает себе, в первую очередь. Вот, избавляет себя от ожирения, там, избыточного, избавляет себя от лишнего груза. И, тем самым, как бы, получает радость жизни. То есть, то, что за деньги, конечно, не купишь. А бедный, принимая смирение, принимая со смирением. То есть, как бы, одно дело смириться, другое дело еще со смирением сделать, потому что можно дать без смирения. То есть, условно говоря, у Лазаря могла бы быть, фатальная ошибка, если бы он встал в претенциозную позу, начал осуждать богача. вот эти богачи, тут наворовали, а мне даже куска. Мы видим его фигуру, как бы, в молчании. И это тоже такая гениальная Христа мудрость, что он в этой притче, вот, это как мудрость гениальная, там, иконописцев, там, древних феофанов, там, когда в нескольких красках изображается, вот, все многообразие духовного переживания. И здесь мы видим такую мудрость божественную, что нет лишних красок, просто молчание, просто фон белый, на котором видно все буйство, вот, как бы, гордыни богача. И это смирение его вводит в рай. Он не осуждает богача, и он не уходит оттуда. То есть вот тоже это, тоже смирение. То есть он ожидает, веря, что это может произойти, но это не происходит. Спасибо, отец Николай. Время нашей передачи подошло к концу. И, ну, тоже, опять же, как некий знаменатель, с одной стороны, резюме, а с другой стороны, мостик в нашу следующую передачу. Мы подошли к очень важной вещи, что, к сожалению, человечество избрало эквивалентом некого достатка деньги. Могло бы быть что угодно. Ну, условно говоря, в первобытном обществе, там, не знаю, может быть, шкурки каких-нибудь белок были пределом всех мечтаний, и они были эквивалентом богатства. И если бы Христос пришел в то время, он бы говорил именно о шкурках белок. Потому что суть-то не в шкурках белок, и не в деньгах, и не в пиратах, а суть как раз вот в этой, еще раз повторю, очень важной задачи, поставленной перед человеком, задачи домостроительства, соучастия в домостроительстве. Все сделал Господь от себя необходимое, и добрую часть своих функций он даровал человеку для того, чтобы тот правильно управлял миром. И все начинается сначала с себя, потом со своей семьи, потом со своей страны, а потом в конечном итоге заканчивается всей Вселенной. Посему, если вдруг еще вопросы какие-то у телезрителей наших остались вот в этом отношении, в этом аспекте, то мне кажется, нужно, конечно, задуматься в первую очередь, а что богатство для меня, и как я это богатство использую на служение этой великой цели домостроительства. Мы прощаемся на сегодня с вами, и с вами, дорогие друзья, до следующего вторника продолжим диалог о богатстве. Храни всех вас, Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова